В новую столовую Вячеслав пришел, чтобы поесть настоящего украинского борща. Вкусный, как в детстве. Супер! В меню несколько десятков украинских блюд, рассказывает администратор столовой Татьяна. Кроме борща и вареники, и блины, и очень вкусные котлеты, и перчик фаршированный, и голубцы. Рецепты блюд собственные, предложенные поварами столовой, в том числе семейные. Они помнят, что готовили их мамы, что готовили их бабушки, и они воплощают это сейчас, здесь. Каждый день рецептура меняется. Не бывает такого, чтобы она была одинаковой. Владимир Серко – предприниматель из временно оккупированного Энергодара. Идею открыть столовую подсказали земляки, с которыми работал до полномасштабного российского вторжения. Многие, выехав в Запорожье, столкнулись с трудностями в поисках работы. Поэтому столовую решили сделать социальным проектом, со скидками для украинских военных и бесплатными обедами для переселенцев по выходным. Переселенцы же здесь и работают, говорит Владимир. На сегодняшний день в этом заведении работает 9 человек. Все они переселенцы. Мы берём только переселенцев. Владимир надеется на скорое освобождение захваченных россиянами территорий Запорожской области. И мечтает поскорее вернуться домой, в Энергодар. Мы потеряли всё. Там осталась наша жизнь. Не только имущество. Жизнь наша осталась там. Там, за Васильевкой. И мы уверены, что мы туда вернёмся. Мы уверены, что мы всё восстановим. То, что мы потеряли. Пока же предприниматель планирует развивать столовую. Открыть в ней мини-пекарню, чтобы там всегда пахло свежим хлебом и сдобой. Олег Притыкин, Борис Яковенко для телеканала «Фридом». Борис Яковенко для телеканала «Фридом».